всем привет ну что ж сегодня у нас снова посылка посылка от швертер шла как обычно неделю и я хочу сейчас вам раскрыть ее показать что же в ней я получила здесь две коробки скреплены вместе я изначально начала неправильно открывать ну потом уже сообразила конечно же раз здесь грунт и есть вазончики то естественно и должны были каким-то образом туда уместить одной большой коробки наверное не было поэтому сделали из двух одну общую и так список наших фалинопсисов и не только получился вот такой здесь растение для троих девочек даже четверых я бы сказала потому что один маленький ангрекум не для меня и вот так было упаковано все сверху ну это обычная так стандартная так скажем летняя упаковка от швертер все растения вот в таких бумажках то есть пакетиках ну и внутри когда мы уже рассмотрим увидим опять же их целлофановые кулечки и так грунт я заказала пению более-менее крупные это 3-4 сантиметра кусочки мне в принципе он понравился посмотрим какой этот был грунт как он себя покажет я обязательно его буду держать в духовке сразу говорю ну и вазончики в принципе тоже всем известные ничего интересного ну и дальше уже сами растения давайте будем раскрывать и смотреть каждое из них первое растение было очень маленьким я даже сначала подумала что там вообще ничего нет на самом деле настолько был узеньким этот пакетик сейчас я покажу вам что там внутри оказалось хотелось бы конечно и фотографии вставить но к сожалению я не все фотографии сохранила тем более что эти цветы не мне поэтому уж извините но по названию вы всегда можете погуглить и найти данные фаленопсис у самого швертера есть либо уже просто в гугле в свободном поиске немного усилий и вы увидите красоту данных цветов и так перед нами фаленопсис с очень интересными листьями длинными как вы можете видеть и посажен как всегда в мох это азиат скорее всего также как обычно швертер у нас укрывает все в такой пакетик чтобы он не высыхал в дороге но она звание данному фаленопсисом сейчас вот я вам показываю у растений есть корешки это конечно же радует значит он быстро адаптируется и наверняка будет хорошо расти пожелаем хорошей адаптации данному фаленопсису и начинаем вскрывать следующий пакет и так когда мы вскроем этот пакет мы увидим что же там внутри в каком состоянии знаю что есть практика у швертер заранее перед тем как отправлять растения они иногда их пересаживают ну и из-за этого растения чаще всего выпадают из горшочков как случилось вот с данным красавцем вот такой интересный пафиопедилу сейчас я покажу его название он очень похож на лебедя правда красивые такие глянцевые интересные листья и когда я его попыталась там естественно посмотреть достать это самое название сложно это было сделать потому что растение реально выпадала из горшочка здесь снизу я его конечно же нашла и так название у нас blackjack vinicalor будет также красиво цвести я уверена уже в других условиях здесь несколько розеточек по-моему три или четыре ну вот надеюсь что с ним все будет также хорошо как и с предыдущим растениям быстро ему адаптации следующий пакетик очень маленький и очень очень легкий здесь цветы из не очень так скажем дешевых растений но все же по размеру они далеки до цветения поэтому их нужно еще растить год а некоторых и 2 для того чтобы увидеть красивые цветы разворачиваю снова вот так бумагу здесь у нас также фаленопсис я его уже увидела а вот что за фаленопсис сейчас мы узнаем очень маленький на 1 и 7 нет подросший 1 и 7 я бы сказала но и этот у нас красавец little а нет льюисберри 3 принц по моему если я правильно помню тоже хорошенький такой небольшой но целенький это главное зелененькие листья и что самое важное есть корешки внутри также растет вам ху вы видели и все также обернут в целлофан еще одно растение которое также является фаленопсисом по моему если я правильно помню да оказалось фаленопсис у него также все хорошо я осмотрела корни осмотрела полностью листья нет жалоб на этот фаленопсис также ну и название у него очень такое простое по моему это не надо это не на пилорик насколько я помню здесь у нас есть ангреком и стангопея тоже в небольших размерах сразу говорю поэтому будем ждать следующих и следующих пакетиков и так еще один красавец которого мы распаковываем оказался ангреком вы можете видеть сейчас очень маленькое растение но но и заявлено в принципе небольшим года два наверное ему до взрослого так скажем ну и пожелаем его также быстро адаптации отличного роста очень интересные у него цветы я вот именно его постараюсь вам вставить потому как я сохранила именно его фотографию мне очень понравился я даже думаю может быть и я его себе тоже прикуплю но попозже так как сейчас места катастрофически уже не хватает я накупила некоторых маленьких азиатов поэтому теперь буду выращивать именно их ну и конечно же стараться их зацвести одни из них могут зацвести через год другие через два ну а некоторые даже в маленьком размере поэтому тут уже как карта ляжет и так следующее растение которое я должна раскрыть потому как потом это видео если пригодится можно будет показать продавцу так как нужно все-таки доказывать каким было растение внутри пакета ну и вот много бумаги у нас еще один красавец распаковки это фолинопсис который я заказала свою коллекцию я решила выбрать вот такого пятнистого интересного красавца у меня всего по моему три или четыре таких фолинопсиса я обязательно сделаю снова по ним обзор так как они изменяются конечно же растут ну и с некоторыми я уже повозилась пересадила и они сейчас немножко иначе выглядят конечно же и так также у нас стандартная посадка в мох и этот красавец с названием а название у него филиппиненсис на шалеряна ткб очень хочется увидеть его цветы потому как у самого филиппиненсиса они с розовеньким таким отливом и ткб это бабочка ярко можно сказать выраженная розовая посмотрим что же получилось у них в результате скрещивание следующее растение которое я раскрываю это точно тоже фолинопсис хотя нет больше пакет наверное это стангопея сейчас посмотрим она тоже в небольшом размере была заказана и насколько я помню я себе тоже заказала такую же она у меня уже подросла за последние полтора года или за год кажется даже как я ее получила думаю что и это себя также проявит потому как от них приходят растение в хорошем качестве и так это янишиняна еще одна красотка для девочки пожелаем это же быстрой адаптации и хорошего отличного даже роста уже в новых условиях растение я не трогала не поливала единственное что мне пришлось конечно полить одну красотку эту стангопею потому как ее заберут чуть попозже так мы близимся к концу у нас сейчас еще одно растение в небольшом размере и останется самое последнее на десерт на десерт будет побольше растение покрупнее и так вот этот красавец был заявлен как 2 и 5 размер но судя по листикам я бы сказала что он еще должен дорасти до 2 и 5 это у нас green batman да green batman в принципе неплохой главное он здоров зелененький и с корешками и так последнее растение которое сейчас я распакую как оказалось это у нас ирен добкин растение приехала в очень большом размере я даже не ожидала такой тяжеленный пакет было заявлено что размер очень хороший такой два с половиной и как вы можете видеть сейчас это даже больше чем два с половиной супер растение отличное в хорошем качестве также растет во мху и также перемотана как вы видите в пленку корни есть они виднеются из горшочка что тоже хорошо значит этому растению не так долго также придется адаптироваться и она хорошо начнет расти конечно впереди осень кто-то скажет что растение чаще всего впадают в спячку но я вам могу сказать так если в домашних условиях будет температура выше той которую растение получает обычно в природных условиях то растение скорее всего не придется даже засыпать она все равно будет расти круглый год есть такие виды которые очень чувствуют природу и и и так скажем изменения климатические температурные и чаще всего они поддаются этому влиянию но в домашних условиях все-таки можно создать условия при которых растение будет круглый год вас радовать и цветением и ростом поэтому все зависит только от нас самих ну что ж закончили мы распаковывать данные растения всех благодарю за просмотр за ваши комментарии ну и конечно же за вашу поддержку задавайте свои вопросы у кого они возникают я обязательно с вами пообщаюсь всем пока пока удачи и успехов выращивания ваших любимых растений